Пам-пам-пам, Pierce Project, ого, чё это за музыка из тиктока меня встречает? Видите у вас будущий пароль? Нет у меня промокода. Так, Лос-Сантос убираю, конечно же, да, следующая одежда, так. Знаете, чё могу сказать? Тут уже хотя бы имеется отличие от других проектов, то что скины не бомжи, это уже хоть какая-то логика, потому что если по логике РБ-проектов судить, то вы появляетесь бомжом, то есть каждый гражданин это бомж, что довольно бредово, а тут хотя бы каждый гражданин имеет уже нормальную одежду, это вот уже хоть как-то логично. Чернозём прикольный, но у меня никнейм русский, поэтому я думаю, он мне не сильно подойдёт. Ну, короче, блин, скины прикольные, вот этот мне нравится, скинчик чернозёмца, но у меня никнейм русский, поэтому выберу вот этот скин. А чё тут по женским скинам? Ой, лё-лё, так это я видел этот скин на Полис Лайфе где-то или Цивил Лайфе. Это тоже имеется скин в группе Цивил Лайфе, это, кстати, ребята, если что, можете подписаться туда. Да, ссылочки, конечно, не будет, но это, типа, коалиция наших пабликов, Полис Лайфе, Цивил Лайфе, Шериф Лайфе, блядь, там, этих пабликов, хоть жопой жуй, короче, там, эти скины можете все найти. Короче, возьму такой скин, да и всё. О, заставочка, ну ладно, прилетаем, значит, мы в Лос-Сантос. Вопрос только, прилетаем откуда? Это не уточняется. Ну ладно, а если, допустим, я хочу отыгрывать местного жителя, который всё время жил в Лос-Сантосе? С приездом в штат подойдите к паспортному контролю и предъявите ваши документы. Паспортный контроль. Найдите паспорт и кликните под нему два раза. Отправляйтесь на улицу, найдите отель для проживания, выход слева от паспортного контроля. Добро. Заселитесь в отель. Так, это получается, ну, блин, а если я не хочу в отеле заселяться, зачем вот это вот принуждение, вот это вот к чему, зачем, с какой целью? Ну ладно, это не моё дело. О, ещё один чернозём. Ну, чернозёмы, как обычно, работают, охраняют, это нормально. Стоимость 100 долларов в час, у меня деньги, о, у меня 8 тысяч, нормально. Приходите к лифту и поднимайтесь на второй этаж. А я захочу на первом жить, блядеть. Почему всё за меня тут решают? Окей. Это мой отель, да? Номер 4. Ваш персонаж хочет помыться. Да не хочу я мыться, не хочет помыться. Это я решаю, хочет помыться или нет. Почему тут всё за меня решают? Где свобода слова? Свобода действий. Снять одежду нужно, окей. Как её снять? Вот так вот. Давай помоемся. Ну, это реально просто отсутствие свободы. Не, ну, музыка, конечно, блядь, вставлена. Жесть. Как одеться обратно? Всё, оделся. Хочу сходить в туалет. Господи, какой ты, блядь, неугомонный, а? Мыть туалет? Погодите, мне сейчас... Сейчас я пописываю, погодите. Мне сейчас игра предлагает местному авторитету мыть туалет? Вы чё, блядь, охуели? Вы знаете, кто я? Ты знаешь, что я? Нет. Я вор. Не, я туалеты мыть не буду. Не-не-не, сорян. Вот ручки-то я помою, а вот туалет... Не-не-не-не. Мимо. Гуляете, не. Не, ну вообще наглость какая-то, да? Приколите, авторитет заставляет туалет мыть. Ну, не-не-не, пацаны. Если вы будете здесь играть на Pierce Project, никогда не моете туалеты. Сами понимаете, это как минимум контакт. Это потеря уважения среди пацанов. Ну и сами понимаете, вы больше будете не авторитетом, а петухом. Вы выспались и полны сил. Меню персонажа и связь администрации. Понятно. Инвентарий потребностей N. Взаимодействие с предметами и транспортом. Альт. Окей. И чем мне теперь вот заниматься как обычному... О, зеленое мясо прибыло на сервер. Здравствуйте. Чем мне вот заниматься как обычному игроку? Наверное, нужно пойти посмотреть, где можно с кем-то поиграть. Алло. Мне дали твой номер и сказали, ты можешь помочь. Дельца нетрудная. Из-за него ты получишь вознаграждение. Приезжай. Я скину тебе в навигатор точку GPS. Эээ. Ладно, а на чем мне ехать, ёпты? Добавлен точку в навигаторе. Как передвигаться по штату воспользуюсь терминалом аренды скутеров, чтобы отправиться к первому квесту? Ну, у них почему нет машины? Почему я должен на скутере ехать как лох? Но могли бы сделать какой-то каршеринг, что ли? Я не знаю. 4,650 за час аренды мопеда? Вы чё, угораете? Я не знаю, честно, как тут по экономике. Я не знаю, много это или нет, но... 4 тысячи баксов это примерно 400 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. Как заведеть? Ага, всё. 400 тысяч рублей я же задал за аренду мопеда на час. А, но деньги у меня, кстати, не списались. То есть, на халяву я его арендовал. Но, видимо, это как новичку. На первое время даётся аренда за бесплатно, чтобы свои деньги не тратить. А потом уже, видимо, придётся платить. И, кстати, я, походу, поехал не тем путём, потому что мне сейчас надо будет спускаться как-то вниз. Ну, ладно, я же парень адекватный. Я спущусь нормально по дороге. А не как вот некоторые любят прыгать с моста. О, ещё один такой же гений, который решил поехать по мосту. Здорово, короче, мне нужна помощь. Смотри, за тебя стоит тачка. В ней лежит пакет, который мне нужен. Вскрой тачку, принеси мне этот пакет. Отмычки возьми на столе. Мне сказали, ты профи, так что действуй. Эх, знаете, что мне уже не нравится? Это нелогичность. Почему я, как, допустим, цивильный персонаж, должен заниматься криминалом? Допустим, если я хочу, допустим, пойти в будущем в правоохранительные органы, почему я должен вскрывать вот машину? Спрашивается. Могли бы сделать выбор игроку, какую квестовую линию выполнять, криминальную или что-то вне криминала? Потому что, ну, по сути, я занимаюсь криминалом, а если захочу пойти в полицию, ну, это будет как-то нелогично. Ну, ладно. Да, я хочу взломать. Ой. А как? Блядь, что надо сжать? Надо ключи? Ага, все. Короче, это как в Мафии 2. Там, знаете, вот тоже надо подсекать на зелененьких моментиках. Сел в машину. Чувак, ты мог сам это сделать, честно говоря? Я не знаю, в чем твоя проблема пройти. Буквально метров сто. Ну, видимо, для тебя это трудность. Держи свой пакет. Отлично, на владельца машины насрать, поэтому можешь ставить ее себе, управлять транспортом через смартфон. Не говорю про вообще, потому что мы еще увидимся. Что, реально тачка моя? Реально? Реально? Она реально? Теперь моя навсегда? Real? For real? Опять? Нихуешься. Приветствую. Я не телефонный мошенник, так что не сбрасывай. Я работаю в компании, которая занимается археологическими раскопками. Чего не сказал, что я могу тебе набрать? Если интересует возможность заработать, приезжай. О, 4000 метров. Ну да, ну да. Давай, скатаемся, глянем, что там. Какая-то банка на дороге валялась. Мусор какой-то. Тут вообще коммунальные услуги не работают, да, в городе? Тут мусор везде, банки на дороге. А если мне колесом на гвоздь наеду, все? Колесо менять? В натуре беспредел какой-то в городе творится. Не, ну вот если ментом стану, я тут такой порядок наведу в натуре. Пресс-эф тебе, чувачок. Бывай. Я бы мог его подвезти, но... Есть ли смысл? Наверное, нет. А я так понимаю, это каждому, да, Баффало дается? Это вот каждому новичку. И, видимо, одинакового цвета, я не знаю. Ну ладно, это в любом случае машинка хорошая, быстрая. Но могли бы, конечно, что-нибудь попроще выдавать. Ну здорово! Да, мне сейчас нужны крепкие ребята. Хоть ты и выглядишь, как тряпочка половая. Ладно, ладно, не напрягайся. Зайди в огонь же, купи монтировку, веревку и лопату. Нет, мы никого закапывать не будем. Просто эти инструменты тебе пригодятся. То есть я еще за свои деньги должен что-то покупать. Понятно. А что по расценкам? Теперь подтяни подгузник и топай в гробницу. Все, что там найдешь, ты можешь продать здесь, в вагончике. Я буду с тобой на связи, если что. В гробнице хранятся карты с сокровищами и много ценностей, но не забывайте о древнем проклятии. Да, это все чушь, я не верю. Что, куда мне идти-то? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ его взять а все я взял вы открыли саркофаг сокровища соберите предметы что быстро и открыл конечно чем можно еще раз это вот получается одна работа на один день до этой понимали можно по каждой побегать и так каждую по вскрывать я не знаю работает это или нет ну нет не работает блин но я не вижу смысл долго здесь задерживаться на работе ну пошел верты мне особо не нужны я сюда не не ради фарма пришел смотри там у меня все что найдешь принадлежит компании все что нашел принадлежит мне ёпта как плыть я не умею плавать лучше кем он занят умной занят блять и чё тупой может как быть там что я сделал сейчас ебать я тупо ребята это вообще пиздец тяжковато тяжковато каждый новичков тут надо самому догадываться как это делается все ну ладно мне нужно сейчас куда-то вот вниз идти искать какое-то сокровище но брус какой-то вообще левый мужик говорит что все принадлежит компании но тут он не прав все принадлежит мне потому что он сказал мне в начале все что я найду я смогу продать значит что правильно брус меня обманывает а значит я могу его не служатся и продать все это логично меня ёпта не проведешь черенок неси все ценности в вагончик и получишь свою оплату да 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 несу несу черенок ёпта слышишь ты чё базаришь так ты чернозем блять чернозем меня будет еще черенком называть ни херася забыл кто лет 50 хлопок собирал молоча к будем на связи а чё я блять нашел то 26000 заработал нормально ящику и сокровищ должен был найти слышишь погоди-ка а как сокровища-то найти иди нахуй походи-то своим клубом ёпта кейс пиво охуенный кейс как метод говна избавиться лопаты эти вонючие где моя машина теперь ебать мой хуй а как мне добраться вот она моя рад а почему она тут блять если она закрыт и кто ее разбил блять было же написано что транспорт закрыт какое чмо и угнала и ту шара голимая сейчас самое время расслабиться после тяжелого трудового дня мой знакомый здесь владеет сетью клубов сгоняй в любой клуб или пар развейся да 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 давай метку какой-то бар в лас-вентурасе разве бывают нормальные какие-то клубы или бар в лас-вентурасе сам же городок не самый приятный доброго дня это я подойдите к бару купить алкоголь и выпить так я за рулем ёпта а ну давай гулять-то гулять вискарь ёпта найдите в клубе просто не хочу но не хочу ну блять ну ну блять ну там букет венерических заболеваний но я не хочу ну но пирс project ну что у меня заставляете делать а ну данное действие предназначено только для 18 плюс аудитории если вы стримите или не хотите смотреть на данное действие лучше отмените действие отменить нет вы точно уверены нет вы слишком трезвый блять прям вот туда провод нами вот так вот на открытом добра при всех почему я должен что-то делать если делает это она то ебать я только почти выполнил почти выполнил это блять я смог это это не то что расслабиться это блять попотеть называется потому что ты один раз промахиваешься у тебя слетает сразу минус четыре твоих нажатий или сколько там три но все равно это ну прям слушайте это прям такое сомнительное расслабление мне я про это говорил блять я про это и говорил да я про это вот и говорил что подцеплю шоу данного про это только что говорил минуту назад пирс project ну я же я же об этом и говорил ну шо ж вы делаете то вот такой вот проект пирс project который сейчас хайпится везде где только можно в тик токи youtube шортс да и вообще просто обычные ролики на ютубе естественно если вы будете играть на этом проекте то играйте лучше всего с лаунчера которую можешь скачать на их официальном сайте это будет максимальное погружение в атмосферу и саму игру как минимум за счет моделек и систем которые имеются на этом проекте благодаря лаунчера поэтому пользуйтесь и качайте играйте уже с него ну а я буду заканчивать на этом ролик спасибо что досмотрели его до конца обязательно поддержите это видео лайком ну и конечно еще раз скажу играйте на пирс project обязательно качайте лаунчер не играйте со своих сборок а именно играйте лучше с лаунчера да вы можете играть со своей сборки но атмосфера будет не такая приятная и интересная как с вы бы играли с лаунчера так что выбор очевиден почему и нужно играть именно с лаунчером но микрофона был я никита стриж и всем пока пока пока